Меня зовут Романюх Максим, я представляю компанию Байтик Машинли, забавно, да, руководитель отдела продаж. Сегодня тема у нас это 60 лет заводу-производителю зерно-сушильных машин в отеле Педротти. Итак, поехали. Начнем с истории завода. Кратенько, что из себя представляет завод-производитель. История завода началась с 1958 года. Завод начал производство мобильных зерносушилок и до сих пор и по сей день выпускают сушилки мобильные. Сначала сушилки были примитивные, но на сегодняшний день мы прекрасно представляем и видим, как выглядят сушилочки. Так, в принципе, здесь вы видите на данном слайде основные пункты, которые хотелось бы озвучить по поводу изрушильного оборудования. Это огромный опыт завода в данной отрасли. Это действительно премиальное качество всех компонентов, материалов, управление дистанционное, основных узлов и элементов, производительность, высокая заводская гарантия, полная заводская гарантия. Один сезон работы покрывается полной заводской гарантией. Здесь слайд предназначен для итальянской, для европейской части России. На Россию гарантия идет 5 лет, как вы знаете, при подписании договора технического обслуживания. Поэтому данный слайд больше такой опознавательный. Так, дальше, что хотелось бы сказать, это то, что сейчас завод, площадь завода составляет 20 тысяч квадратных метров. В 2016 году была реновация производственных мощностей. И на текущий момент мы видим завод такой, какой он есть. Я надеюсь, вам на слайде все это видно, потому что у меня слайд почему-то не работает. На сегодняшний день, если смотреть на завод-производитель, то это совершенно инновационное производство. Три амгара, как я уже сказал, 20 тысяч квадратных метров. Он построен на том же месте, где и когда-то было положено начало производственное в 1958 году. Вехи истории, они все отображены на сайте мобильных зерушилок в отеле Педроте, на итальянском сайте. Также на нашем сайте мы тоже это указали. Это такой пункт есть. Поставки идут, как я сказал уже, по всему миру. Основной рынок сбыта – три страны. Это Россия, Англия и Польша. Данные страны бьются за время лидерства. Постоянно и повсеместно. Дальше мы, наверное, перейдем плавненько. Это вот слайды, которые вы видите. Это, в принципе, фото заводских мощностей, площадей. Схема расположения завода-производителя. Он находится в Майоране, Бреша, Италия. Кто не знает, место очень популярное. Является одним из интереснейших мест в плане отдыха. Ну что ж, поехали дальше. На этом зацикливаться не будем. Так, следующий слайд будет – это готовность предоставлять комплексные решения с силосами охлаждения и автоматики. Такие проекты уже существуют. В большей степени они существуют на территории Европы. Все-таки в России подразумевают мобильная зерносушилка. Значит, это в прямом смысле слова мобильная зерносушилка. И на сегодняшний день комплексных решений было сделано немного, а, скорее всего, даже буквально один проект был за весь период работы. Именно комплексного решения, где было поставлено зерносушильное оборудование вместе с силосом охлаждения. Все это было зациклено в поток. В связи с этим данный проект больше развивается в Европе, потому что объемы невелики. Но, тем не менее, завод делает на это акцент. Завод это постоянно озвучивает и доводит до своих клиентов, покупателей и так далее и тому подобное. Лозунг, лозунг, обратите внимание, вы не просто приобретаете зерносушилку Педротти, но также и все преимущества связаны с этим. Этот лозунг подчеркивает статусность данного продукта и его весомость не только на рынке Европы, но и России. Ну, давайте тогда от слов к делу, как говорится, пойдем дальше. Дальше мы поговорили о комплексных решениях. Здесь вы видите первые сушилки, которые были произведены, так сказать, в том виде, который мы сейчас видим. Именно в 70-х годах была изобретена зерушилка, так сказать, телескопическая, где складывается и центральный шнек, и бункер. Сейчас сушилки представляют внешний вид такой, который он есть. Все достаточно просто и лаконично. Хочу заметить, что производители Fratelli Pedrotti были первые, которые сделали такие машины. До сих пор мы видим эти машины в таком виде, который они есть. Это тренд для всех производителей. Почему? Потому что телескоп позволяет в первую очередь перевозить мобильные сушилки с одного места на другой и оказывать услуги по аренде. Итак, продолжая тему телескопической сушилки, довожу до вашего сведения, что у нас есть опция для системы гидравлического подъема с институционным управлением. Опция популярна для тех, кто сдает сушилки в аренду или пользуется данными услугами, потому что перевод из транспортного положения в рабочее составляет не более 7 минут. Все поднимается и опускается в автоматическом процессе. Есть специальные датчики, которые при, например, нахождении бункера зерна не дают этой опции работать, которая работает полностью в автоматическом режиме, без ручного вмешательства. Это что касаемо системы гидравлического подъема. Слайдов много, поэтому, может, я тороплюсь, но тем не менее. Следующий слайд, который вы видите, это слайд, который показывает, что мы сушим и как мы сушим. То есть универсальность и тщательность на всех зерновых и масляничных культурах. Мы сушим совершенно любые продукты и задаем тренды на российском рынке. В свое время, как, наверное, многие знаете, мобильные зернушилки поставлялись с перфорацией 2,5 мм. Мы изменили мнение конечных покупателей и мнение продавцов. Сейчас все производители мобильных зернушилок поставляют зернушилки с диаметром перфорации 1,5 мм. Почему? Потому что это оптимальное соотношение для сушки различных видов культур. Начиная от масляничных культур, заканчивая такими капризными культурами. РАПС, подсолнечных, масляничных начали и не закончили, да, получается. То есть кукуруза, рис, пшеница. На все эти культуры мы предлагаем сетку 1,5 мм. При желании совершенно бесплатно для конечного клиента мы можем поставить сетку 2,5 мм. Но, честно говоря, данная опция никому не требуется. Это что касаемо различных культур, которые мы сушим. Дальше мы перейдем к слайду, который говорит о нашей не опции, а стандартной функции, это ременной передачи Педротти. В свое время, как и у многих, как и у многих на сегодняшний день, в отеле Педротти использовали цепные передачи и карданные передачи на центральный шнек, также редукторные передачи. После долгих испытаний завод-производитель отказался от данного опционала по причине того, что он не ремонтоспособен. Дает определенные сложности в ремонте, замене и обслуживании. В связи с этим было принято решение с начала 80-х годов перейти полностью на ременный блок приводов центрального шнека и остальных приводов, что, безусловно, дает плюс по причине именно, в первую очередь, стоимости обслуживания данного узла и замене этих элементов. Если ломается, выходит в строй редуктор, цепи, нужно подбирать звездочки, цепную передачу редуктора, это вообще кошмар. Эта стоимость зашкаливает за сотни тысяч рублей, замена данного редуктора. Поэтому завод Протели Педротти сказал, баста, хватит, мы работаем на ременной передаче. В связи с этим до сих пор используют ременный привод на всех узлах и агрегатах зерносушилок, что, в принципе, пользуется серьезным спросом. Дальше пойдем на следующий слайд. Здесь мы на этом слайде видим современные системы ременной передачи, как они устроены, что они себя представляют, какое количество ременных ремней идет на той или иной машине. То есть нужно понимать, что на маленьких машинах ремней немного, на крупных моделях ремней большее количество для передачи питающего момента. Итак, дальше это гальверизированная рама. Могу с уверенностью сказать и заявляю, что все сушилки диаметром 2,5 метра поставляются с гальверизированной рамой. Какие дает это преимущество? В первую очередь эксплуатанту и клиенту. Надежность и долговечность работы. В принципе, гальваника здесь, на этом слайде, есть подробное описание. Также у нас есть видео, где мы показываем, как мы гармонизируем рамы в специальной ванне спецсотрудникам, которые проводят данные работы. Эти машины пользуются спросом, то есть машины до 2,5 метров в диаметре. Также сейчас работа ведется над гальванизированными рамами всей линейки для того, чтобы клиент получал максимально удобные для себя машины, которые не будут терять свои свойства. В первую очередь внешние, потому что внешний фактор в какой-то мере тоже играет, имеет значение. Дальше мы пойдем к топочному блоку. С 1985 года на машинах Педротти используется особая конструкция топочного блока. Она нестандартная. Она, так сказать, формулировка с природной изоляцией топочного блока, холодным воздухом. Что это дает? В первую очередь, это дает возможность работать безопасно с сушилкой. Безопасность безопасна как в плане прикосновения к продукту, топочному блоку, так и в плане пожаробезопасности. Потому что, как мы знаем, основные вопросы возникают в возгорании, это когда шелуха и полова попадают на топочный блок. Такая проблема существует у зимушилок АТМ. До сих пор они не смогли... Мы не говорим о конкурентах, но, тем не менее, есть у них такая сложность. Топочный блок у них нагревается очень сильно, что приводит к возможности возгорания продукции. На текущий момент скопировать не удается, это благо. Ну и также отсутствие тепловых потерь, то есть все килокалории, которые были сожжены в сушилке, они доходят до местоназначения, то есть они проходят через зерно и высушивают наш продукт сушки. Итак, следующий слайд. Усиленный шнек Хардекс. Какие основные моменты? Обращаю ваше внимание, что основная нагрузка на шнек идет снизу и, так сказать, в середине формации и в выгрузке. Почему там основная нагрузка на шнек? Потому что постоянно под нагрузкой идет. Когда желтый цвет, вы здесь видите на своем экране, по желтым виткам двигается зерно, нагрузка на данную секцию минимальная. В связи с этим была сделана специальная сталь Хардекс и максимальная толщина, что дает, так сказать, максимальная долговечность работы центрального шнека. Это надо знать, это надо запоминать, это очень важно, потому что минимальное травмирование зерна, у меня двойная набивка, некоторые говорят, специальные наплавки, как у других производителей. Все это очень хорошо слушать и слышать, но, тем не менее, это сказывается на дроблении зерна. В связи с этим мы обращаем на это внимание. То есть специальная секция из стали Хардекс толщиной 8 мм, твердость, цифры даже имеются, цифры не уж не стали, ставят такие вопросы, чтобы почувствовать с нашей стороны. То есть этот момент нужно учитывать. Также это гальванизированные трубы, которые полностью из гальваники, толщиной 4 мм, и 1 мм добавляется с помощью того, что идет гальванизация. И не забываем, что на каждой сушилке можно регулировать скорость потока. Регулировка, вы видите здесь на одном из слайдов, это регулировка хомутом специальным, который дает возможность иметь более низкую или более высокую производительность, в зависимости от начальной влажности культуры. Так что имейте это в виду, доводите это до своих клиентов и рассказывайте им эту возможность. Дальше я бы хотел перейти на опцию, это системы безопасности. В данную опцию входит стандарт, опция называется DLC, обязательная противопожарная система, которая отвечает за работу всех узлов и механизмов. И при остановке каких-либо деталей автоматически выключает горелку. Опция нужная и необходимая. В первую очередь предотвращает возможность возгорания зерносушилки. Вы при использовании зерносушилок в отеле Педротти уверены в своей безопасности. Дальше цифровая безопасность. Наверное, неоднократно вы слышали и от своих менеджеров по развитию диггерской сети и из наших презентаций, что зерносушилки в отеле Педротти – они из самых инновационных. До сих пор их копируют и пытаются быть на одном уровне. Никакие различные бренды, и турецкие, и отечественное производство, не взяли за аналог другие итальянские сушилки, а именно взяли в отеле Педротти, потому что они новаторы. Это электронная система безопасности, которая контролирует защиту от дурака, чтобы не было летальных случаев при работе сушилки, что кто-то в нее не залез, не случилось чрезвычайное происшествие. Также все узлы и механизмы закрыты специальными металлическими защитными экранами, для того, чтобы даже кошка, собака или какая-то живность, человек рядом, который полезет, не залезли в узлы, от которых можно получить, так сказать, какие-то проблемы. Вот. Дальше здесь автоматический контроль. На этом подробно останавливаться не буду, потому что время бежит. Остановлюсь скорее на пути управления, да, как его использовать, что он себе представляет. То есть, что можно сказать, что вы получаете автономную работу с зерносушилки, где можете устанавливать различные режимы, их программировать, запоминать, потом изменять, инвестировать в свой опыт, багаж, знания оператора, сушильщика зерна непосредственно в машину. Это очень здорово, потому что машина вам подсказывает, как работать в классическом варианте, исходя из ваших условий работы, условий работы в вашей климатической зоне, вы можете регулировать по своему требованию различные температурные режимы, скорости сушилки и охлаждения. Все в автоматическом режиме, все это сохраняется. Дальше, начали мы с автоматизма, и мы приходим к этому, да, то есть мы можем сделать сушилки, фротели Педротти полностью зацикленными, то есть стоят датчики загрузки, которые автоматически отключают загрузочный лоток, потом машина переходит в фазу сушки, потом при достижении определенного процента влажности машина уходит в фазу охлаждения. Дальше после охлаждения мы выставляем нормы определенных требований, машина уходит в фазу выгрузки, после этого идет автоматическая загрузка. Все в автономном режиме, все максимально просто. Это очень здорово, потому что немногие производители могут этим похвастаться. У нас есть определенные сложности в сельском хозяйстве, в первую очередь с руками, с головами. Люди не хотят, не умеют работать. Здесь вы можете положиться на автоматику. Давайте начнем еще раз, я напомню, какие серии есть. Машины у нас есть, основных серий несколько. Это серия Basic, которая перед вами находится, серия для маленьких фермеров, небольших фермерских хозяйств, для кафкашников. Это серия Super, машина более производительная, которая переводится в транспортное положение. Ее можно перевозить по дорогам общего пользования, особенно модель Trotelli Pedrotti Super 120. И серия Large. Серия Large – это машина почти максимального объема, также переводится в транспортное положение. Можно ее использовать для предоставления данного агрегата в аренду. Есть модель особенная, Large 220. Кстати, она в наличии, на которой можно оказывать услуги, и которая переводится в транспортное положение. И также самая большая машина из нашего модельного ряда – это серия XL. XL 550, с недавних пор, здесь продемонстрировано модельный ряд мобильных земельщилок в отеле Pedrotti, и дополнился моделью XL 700. Самая большая машина. Вот. В модельном ряду. Так. Дальше застрим наше внимание на автоматической системе смазки. Ну и рекомендую записывать, запоминать лозунги, которые мы разработали для вас. Зерносушилка, которая постоянно смазана, это зерносушилка, которая постоянно готова к работе. Что такое автоматическая система смазки? Не первый раз, наверное, вы это слышите, но остановлюсь на этом довольно кратеньком. То есть машина в автономном режиме подает на все узлы и механизмы, которые требуют смазку, необходимое количество смазочного материала. Работа данной опции хватает смазки на 600 часов. Машина с электроприводом. Это непрерывно. А вот машина с вломом до 400 часов. В принципе, основные моменты, которые нужно знать. Ну вот. Дальше. Сейчас, секундочку. Так. Дальше мы пробежимся по двойному приводу. Система двойного привода. В принципе, все понятно. Двойной привод необходим для тех, у кого есть проблемы с электроэнергией. Потому что работать от влома трактора это неэффективно. Это затратно. То есть потребление топлива гораздо выше. Мы выдергиваем из парка техники единицу оборудования, которая могла бы работать в поле, работать там на каких-то других целях. Вот. Перейдем к следующему слайду. Ну, как раз-таки прогрессивные горелки Педротти, о чем мы говорили. Горелки совершенствуют десятилетиями вместе с нашими машинами, нашим опытом. Замечу, мы единственные производители мобильных зеносушилок, которые используют модуляционные горелки Педротти. Есть основных два типа, которые используются в мобильных сушилках. Менее мощные и более мощные горелочки. Горелки успешно работают на различных видах топлива. Я хочу подчеркнуть, что я имею в виду, это даже печное топливо. Коллеги, запомните эту формулировку. Мобильные зеносушилки Фротели и Педротти работают на печном топливе. Это важный факт и важный фактор. Сейчас, на текущий момент, стоимость дизельного топлива, они модуляционные. Да, модуляционные, все правильно. Модуляционные, то есть там в автономном режиме ступенчатый Педротти. Обращаю внимание на основные отличия еще раз между Риэллой и горелками Педротти. В первую очередь, что операционист не должен менять форсунки. При изменении температурного режима настраивается все максимально просто и легко. В автономном режиме. И работа на разных видах топлива, потому что горелки в Педротти неприхотливы к топливу. Евгений, в Педротти неудобно менять форсунки. Так их не нужно менять, Евгений. Ну, менять дрова. Нет. Если говорить о... Если у вас минимальный температурный режим, лучше всего при заказе зерносушильного оборудования своему ответственному менеджеру изначально говорить основную культуру, на которой будет работать сушилка. Для того, чтобы вам были подобраны оптимальные форсунки, и вы не меняли, чтобы теплового режима хватало на сушку, например, рапса, как масленичная культура, и, например, зерновые. Разные культуры. Я и говорю об этом. Культуры в основном ставятся в базовые комплектации. Мы предоставляем форсунки под зерновые. Итак, это что касаемо горелок. По теплообменнику слайд. Теплообменник компакт. То есть, для чего предназначен теплообменник, вы все знаете. В первую очередь, для максимально качественного продукта сушки. Это то, что я хотел сказать. Это то, что я хотел довести. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!